Как правильно успокаивать ребенка, когда он плачет? Вопрос такой, почему, когда ребенка начинаешь успокаивать, он начинает плакать еще больше? Вопрос такой, если ребенок плачет, прежде чем что-либо делать, бросаться успокаивать его, то просьба сначала, пожалуйста, постарайтесь понять, что именно происходит, почему ребенок плачет. Есть ли для этого какая-то объективная медицинская причина? Может быть, его что-то беспокоит, у него что-то болит, ему чего-то не хватает. Либо это просто каприз, это просто манипуляция. И уже исходя из понимания того, что конкретно происходит, уже, соответственно, надо действовать. По поводу плача, я скажу одну очень странную вещь. Иногда ребенка и во многих случаях нужно не успокаивать, а нужно воспитывать. Как себя правильно вести. Да, потому что за этим плачем не стоит ничего, кроме манипуляции или капризности. И поэтому в этой ситуации его успокаивать бессмысленно, потому что он начнет еще больше плакать, еще больше кричать, потому что он спокоен, просто он чего-то добивается. Вот девушки тоже могут на своих примерах рассказать, как это, например, своих детей, они могут рассказать, как это происходит. Вот, по поводу плача тоже. Иногда плач это хорошо. Вот все врачи, педиатры знают, что до определенного возраста ребенок должен плакать. Скажем, это где-то возраста до 8-9 месяцев. 8-9 месяцев. Приблизительно, да. А пока у него не начинается речь. Пока у него не начинается речь, плач для него это способ выражения эмоций, сообщения о том, что ему плохо, хорошо и так далее. Вот, и поэтому это как бы естественно и считается, что врачи считают, что плач ребенка вот в возрасте до года где-то, он ему необходим для развития эмоциональной сферы. То есть он так развивается. Более того, все женщины, у которых есть дети, и все врачи, разумеется, знают, что ребенок, когда рождается, он должен заплакать, закричать. Если он... Да, если он это не делает, то... Врачи помогают. Врачи, да, помогают, чтобы он плакал. Помогают, чтобы он плакал, да. У него должны раскрыться легкие. Он должен через это вот закричать. Ага. А в более старших случаях, более старших детей, во многих случаях вот нужно проявить... Ну, к чему я прежде всего призываю? К детям, пожалуйста, надо относиться с любовью, с пониманием, с заботой и уважением. Уважением как к равному себе человеку. А уважение подразумевает требовательность. То есть ребенка надо требовать, чтобы он был человеком, чтобы он себя правильно проявлял. Если говорить о том, как успокаивать, сначала надо понять, если причина какая-то, ее надо лечить. Например, у ребенка болит живот. Айзи тамашачиларımız, biz David бэйе, sizin bizə yönландирдийiniz suallardan birini ünvanladıq ki, valideynləri çox narahat edir ki, әгер ушақ аглайırsa, biz onu sakitləşdiririksə, ушақ sakitləşмək әвəzinə daha da səsinin, belə deyim, tonunu qaldırır, daha da bərk аğlamağa başlayır. Bunda nə etмək lazımdır? David бэй söylüyor ki, birinci növbədə uşağı sakitləşdirməyə çalışmaq lazımdır. Amma burada xırda bir məsələ var. Uşağın niyə ağladığının səbəbini tapmaq lazımdır. Əgər uşağın ağrıyan bir yeri varsa, ola bilər ki, uşağın qulağı ağrıyır, айdı məsələdir ki, indi gənc analar var, gənc analar heç bilmirlər ki, uşaqla necə rəftar etmək lazımdır, amma indi evdə nənə var, xala var, bibi var. Ən azından böyüklər uşağın ağrıyan yerini və ağrıyan səbəbi üzərindən necə ağrır, onları bilirlər. Uşağın ağrıyan yerini biliriksə, ona müdaxilə etmək lazımdır. David bəy söylüyor ki, bəzi uşaqları isə adamı, sadəcə olaraq valideyni manipulyasiya edirlər də onlar. Sadəcə olaraq ağlamaqları ilə özlərin istəyinə nail olmaq istəyirlər. Bax, bunu araşdırıb tapmaq lazımdır. Yəni, uşağın ağlamağında iki şərt var. Ya uşaq səbəbli olaraq ağrıyır, nəsə bir problemi var, o problemi üzründən ağlamağa başlayır, də yaxud da o artıq səndən nəsə istəyir. Və David bəy söylüyür ki, bunu tapandan sonra uşaqla rəftar etmək rahatdır. 8-9 ayından sonra uşaqlar artıq başlayırlar da ilk belə deyimdə kəlmələri işlətməyə, anlamağa, anlayış göstərməyə. Əgər deyir ki, bu vaxtdan sonra uşağın ağlamağı sizi o artıq cəlb edir ki, mən nə isə istəyirəm, valideyn üzərində bunu edirsə, bilin ki, burada artıq uşağı sakitləşdirmək yox, uşağı tərbiə etmək lazımdır. Və David bəy onu da söylədi ki, uşağın ağlamağından narahat olmayın. Zatən uşaqlar doğulanda, mütləq şəkildə ağlamalıdırlar. Hətta uşaqlar ağlamayanda belə həkimlər onlara kömək edir ki, ağlasın ki, ağ ciyərləri açılsın. Yəni, bunu da bizə izah edir David bəy. Bilirəm ki, böyük əksəriyyətiniz bunu bilirsiniz. Uşağın ağlamağından David bəy söyləyir ki, qorxmaq lazım deyil, ağlasın. Amma icazə verməyin ki, bu ağlamaq əgər xəstəlikdən asılı deyilsə, onun tərbiəsindən mənfi təsir göstərsin. Yəni, uşağın tərbiəsi ilə xəstəlik üzündən ağlamağını ayırda etmək, bu da valideyn olaraq sizin üzərinizə düşür. Sadəcə olaraq uşağa sevgi ilə yanaşın, hörbətlə yanaşın və o ağlamağın səbəbini axtarın, tapın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.